Сегодня я хочу задать вам вопрос, и этот вопрос звучит так. Знаете ли вы золотое правило? Историки и богословы говорят, что это самое известное учение Иисуса. На самом деле, это одно из самых популярных высказываний в мире, которое начал использовать Иисус. Но знаете ли вы его? Когда я вспоминаю свои подростковые и детские годы, то был один комикс, который сделал золотое правило известным. И там это золотое правило звучало просто. У кого есть золото, тот пишет правило. Я знаю, что это звучит банально, но эта фраза стала известна. Вы можете купить табличку с этими словами себе на стол, чтобы напоминать людям о том, кто тут главный. Когда я был в старшей школе, то была и другая версия этого правила. И эта версия звучала так. «Делай другими, пока они не сделали тебе». Это версия мальчика-подростка, который сравнивает себя с другими. Мы всегда подшучивали друг над другом. И поэтому говорили, «Делай другими, пока они не сделали тебе». Это не самые мудрые слова. Точнее будет сказать, «Не делай другим то, что не хочешь, чтобы сделали тебе». «Не делай другим то, что не хочешь, чтобы сделали тебе». Это близко к словам Иисуса, но это не его слова. Это слова Иисуса в негативе. Это было золотое правило времен Иисуса. Это было золотое правило до Иисуса. На самом деле, есть история. Был один известный раввин по имени Гамалиил. В 20-м году Иисус уже жил в то время, но его служение еще не началось. Гамалиилу бросил вызов один язычник. Он подошел к нему и сказал, «Ты можешь выразить суть закона и пророков за то время, что я буду стоять на одной ноге». Так говорят историки. И они же говорят, что Гамалиил ответил ему так, «Не делай другим то, что ненависно тебе». В этом суть закона. Все остальное — комментарии. Иди и изучай. Мы знаем, что похожие учения были у Конфуция, у стойков и в гимнах веры в буддизме. Но все это негативные высказывания. «Не делай другим то, что не хотел бы, чтобы они сделали тебе». У нас есть современная адаптация этого правила. Иногда ее даже называют «серебряным правилом». И я слышал, как люди, организации и даже целые профессии использовали эту фразу для обозначения своих ценностей. Для них ценность состоит в том, чтобы не причинить вреда. Это современная интерпретация той же сути. Золотое правило в негативной форме звучит, как «не причини вреда». И чтобы исполнить это, человеку нужно лишь не делать. Да, вы не предпринимаете действий в отношении других, которые не хотели бы видеть в своей жизни. На самом деле, это юридический принцип. Его может исполнять любой. Если вы не причиняете вреда, не делаете ничего, не участвуете, то не можете делать и позитивного вклада. Известное высказывание, которое появилось всего столетия назад, гласит, «Единственное, что необходимо для триумфа зла, это чтобы хорошие люди не делали ничего». Единственное, что необходимо для триумфа зла, это чтобы хорошие люди не делали ничего. Это высказывание стало еще популярнее благодаря Мартину Лютеру Кингу. Он пытался вовлечь людей в решение вопросов расы и несправедливости. Но это противоречит тому, чему учил Иисус. Так чему же учил Иисус? Каково золотое правило? Иисус взял знакомое, не причини вреда, не делай другим то, что не хочешь, чтобы делали тебе, и поставил вверх ногами. Мы начали цикл «Прекрасный путь» до Рождества. У нас был перерыв на Рождество, и теперь мы продолжаем. Мы рассматриваем книгу Матфея с пятой по седьмую главу, и в этом фрагменте мы видим, как Иисус берет привычное учение священников и ставит его вверх ногами. Он часто начинает со слов «Вы слышали, что сказано?» Но я говорю вам, люди обращали на это внимание. Они говорили, «Я знаю, что я слышал, но что ты меняешь?» Иисус. Он брал старое учение и давал ему новые столкования, новый поворот. Он показывал радикальную любовь, радикальную благодать, радикальное служение в жизнях людей. На самом деле, он делал все это настолько радикально, что люди думали, это невозможно. Были целые школы богословия, которые говорили, что Нагорная проповедь, блаженство, что эти учения из Матвея 5 и 7 не предназначались для нас, а для того времени, когда Он вернется, потому что они казались невыполнимыми. Иисус рассматривал вопросы щедрости, убийства, развода, любви к врагам, тревоги, денег. Люди гадали, как нам жить так, как Он говорит нам. Так что же это за правило? В Матвея 7, 12 Иисус говорит, «Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступаете и вы с ними, ибо в этом закон и пророки». И так во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступаете и вы с ними. Это уже не негатив, а позитив. Это принцип инициативы. Юджин Петерсон, автор перевода «Месседж», сказал так, «Вот простое правило поведения. Спросите себя, что вы хотите, чтобы люди делали вам, а затем возьмите инициативу и сделайте это для них. Соедините Божий закон и пророков. И вот, что вы получите. Возьмите инициативу. Вы не найдете параллель этому в других учениях. Это радикальное мышление, которое идет в разрез с культурой. Оно применяется в Матвея 5.21 и 5.26 в отношении убийства. Даже если вам удастся избежать убийства, ненависти и словесного оскорбления, вы все равно не повинуетесь учению Иисуса. Вы просто не причинили вреда, которые не хотели бы себе. Но вы не искали сознательно благосостояние другого. Именно об этом и говорит нам Иисус. Что нужно для того, чтобы жить по золотому правилу? Этот вопрос люди начали задавать, когда услышали его впервые. Что нужно для того, чтобы жить по золотому правилу? Это правило гласит, что мы должны активно делать другим то, что мы хотим, чтобы они делали нам. В нашей жизни приходит новый принцип. Это новое отношение к другим. Теперь мы берем инициативу. Мы не сдерживаем нечто негативное. Мы инициируем нечто позитивное. Одно дело говорить, я не должен ранить людей. Я не должен делать им ничего плохого. К этому нас побуждает закон. И совсем другое говорить, я должен помогать другим людям и быть добрым к ним. И когда я буду делать это для них, то и они, наверное, будут делать это для меня, потому что я желаю этого. Только любовь может побудить нас к этому, не причинять вреда. Это не то же, что сознательно творить добро, быть добрым, нести любовь. Например, если у вас есть машина, то закон может заставить вас жить по закону и ездить по закону, чтобы вы не ранили никого на дороге. Но ни один закон не может побудить нас остановиться и подвести кого-то, кому нужна помощь. Ни один закон не может сделать этого. Это исходит изнутри нас. Просто сдерживаться от того, чтобы не причинять людям вред. Это не так уж и сложно. Это выбор в пользу уважения чувств других и их принципов. Намного сложнее делать это сознательной политикой, чтобы быть как можно добрее к другим, как мы хотели бы, чтобы они были добры к нам. Намного легче следовать этому правилу в негативной форме. На самом деле это вполне реально. Вы можете дисциплинировать себя, чтобы не причинять вред другим. Но это не то же, что следовать правилу, которое гласит, бери инициативу, делай первый шаг, будь добр, помогай, неси любовь, вкладывай в других, меняй их жизни. Как сделать это без сверхъестественной любви Христа в сердце? Никак это невозможно. Если Христос есть в вашем сердце, вы будете пытаться прощать, потому что вы хотите, чтобы вас прощали, помогать, как хотите, чтобы вам помогали, хвалить, как хотите, чтобы вас хвалили, понимать, как хотите, чтобы вас понимали. Вы не будете пытаться избегать этих вещей. Задумайтесь над этим. Если вы просыпаетесь с этим каждый день, это делает нашу жизнь намного сложнее. Это делает нашу жизнь намного сложнее. У вас будет намного меньше времени для своих желаний и дел, если вы будете постоянно останавливаться и помогать другим, если вы постоянно думаете о том, что вы можете сделать, чтобы явить людям Божью любовь. Если вы постоянно думаете о том, как вам явить Его благую волю, этот принцип будет доминировать в вашей жизни, в вашей работе, в вашем доме, в ваших поездках. Это будет часть всего, что вы делаете. Это будет часть всех аспектов вашей жизни. Вы не сможете следовать этому правилу, если заняты собой, своей реализацией, своими планами. Все это должно умереть. Вы не можете исполнить этого, если все эти вещи не исчезнут из вашего сердца. Такова реальность. Чтобы повиноваться золотому правилу, стать новыми мужчинами и женщинами с новым центром жизни, в котором эгоцентризм умирает, где фокус отходит от нашей личности и наших усилий, мы должны найти свою личность во Христе. Это единственный способ жить по золотому правилу. Ведь если мы думаем только об этом, мы фокусируемся на себе. Парадокс учения состоит в том, что он знает, что невозможно жить по золотому правилу в нашей человечности, чтобы жить, думая о том, что лучше для других. Мы должны перестать думать о том, как мы хотим, чтобы к нам относились. Иисус показывает нам новую моральность. Чтобы жить согласно золотому правилу, мы должны быть совершенны. Никто из нас не является таковым. Вот почему мы должны сделать выбор. В учении Иисуса с 5 по 7 главу Матфея он постоянно показывает нам разницу между двумя путями в жизни. Один связан с религиозным законничеством, этому учили иудейские учителя, а второй — с принятием учения Иисуса. Мы выберем путь самоправедности, в котором даже наши лучшие дела связаны с нашими желаниями. Или мы положимся на Бога и будем делать все, как хочет Он. Вот в чем вопрос. Иисус говорит нам об этом выборе в этих двух главах, начиная с Матфея 5, с блаженств, и Матфея 7, 12. Иисус учил нас новому образу мышления и новому образу жизни. Он показывает нам новый образ жизни в Его Царстве. Это образ жизни, которому невозможно следовать, поступая так, как поступали религиозные лидеры тех дней. Они были в рабстве у своих дел, в оковах религиозных ритуалов. Они пытались соблюсти законы и жить святее других. Это не работало тогда и не работает сейчас. Так что же нам делать? 13 и 14 стих в Матфея 7 напоминает нам о том, что у нас есть выбор. Вот что там сказано. «Входите тесными вратами, потому что широки врата и просторен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их». Так зачем мне входить узкими вратами? Зачем вам входить узкими вратами? Мне понравилось, как Тим Келлер описывает врата. Он говорит, что слово «узкий» имело весьма негативное значение во времена Иисуса. Оно имеет негативное значение не только сейчас, но и тогда. Слово «узкий» означает «сжимать». Если вы наступаете на жука, то отчего он умирает? Сужение? Ему нужно определенное пространство, чтобы дышать. А слово «широкий» во времена Иисуса было весьма позитивным. Оно означало «просторный». Но в данном случае Иисус использует негативное слово в отношении правильного пути и позитивное слово в отношении неправильного пути. Он снова ставит все с ног на голову. Иисус говорит, то, что выглядит хорошим, широкий путь, похожий на свободу, на самом деле ведет к погибели и смерти. А путь, который кажется нам плохим, узким, удушающим, на самом деле ведет к жизни. Узкие врата оказались негативными даже во времена Иисуса. А сегодня это значит еще хуже. Мы ненавидим мысль об узкости. Если ввести в поиски узколобый, то вы найдете следующее определение, не желающие рассматривать новые идеи или мнения других людей. Синонимы узколобый, нетерпимый, консервативный, предубежденный. Мы хотим иметь широкий кругозор. Сегодня мы гордимся, что у нас широкий кругозор. Широкий — это просторный, открытый, терпимый. Все эти слова очень популярны. Наше общество ценит их. Но Иисус говорит нам, что широкий путь обманчив. Иисус противопоставляет два пути. В Нагорной проповеди, начиная с пятой главы, Он говорит, «Я хочу показать вам новый путь и иной путь». В обоих случаях люди творили добро. Они кормили бедных, молились, делали добро обществу. Но они делали это по разным причинам. Люди широкого пути делают это для того, чтобы получить что-то для себя, чтобы получить метод воздействия на Бога. Они хотят сделать достаточно для того, чтобы Бог должен был принять их. Они хотят доказать, что заслуживают награды от Бога. Вот для чего они работают. Для людей узкого пути добро — это реакция на прохождение через узкие ворота. Обратите внимание, как Иисус описывает путь и ворота. Узкие и широкие. Религии широкого пути сначала показывают путь, а затем ворота. А христианство, религия узкого пути, говорит, сначала ворота, а потом дорога. Почему? Потому что в христианстве кто-то другой дал нам пропуск через ворота. Иисус дает пройти через ворота. Это обеспечивается Его смертью и воскресением, а также прощением грехов, когда мы обращаемся к Нему и говорим, «Измени Меня, обнови Меня, и Я признаю, что нуждаюсь в прощении, веди Меня по узкому пути». Иисус делает это. Вот почему ворота идут до пути. В религиях широкого пути вам нужно заслужить право входа. Сделать достаточно. После этого вам нужно скрестить пальцы и надеяться, что этого вам хватит, чтобы вы попали. Все потому, что нет ясного пути. Узнать, хватит ли этого. Обратите внимание на отношения людей широкого и узкого пути. Обычно широкие люди осуждают больше всего. Они осуждают вас за то, что вы не делаете того, что они считают правильным. Ведь если вы пытаетесь заслужить право входа, то должны быть лучше кого-то. Вы постоянно сравниваете себя с другими, пытаясь понять, сделали ли вы достаточно, заслужили ли вы право пройти через ворота. Широкий путь привел к культуре игнорирования, политкорректности. Это часть широкого пути. Люди оценивают себя на основании других. Язык становится более политкорректным. Поведение становится политкорректным. А последствия за нарушение правильного поведения становятся все жестче. Люди узкого пути понимают, что они сама проблема. Люди узкого пути знают, что они грешники. Они каются в этом и получают Божье прощение. Если вы верите, что спасаетесь благодатью, то знаете, что это Божья благодать, а не ваши усилия или ваши дела спасли вас. Иисус позволяет вам пройти через узкие ворота. Люди широкого пути думают, что они настолько открыты, что людям не нужно прощения, не нужно покаяния в греховности. Нужно лишь делать добро, не делать другим то, что они не делали бы себе. Вот почему так иронично то, что широкий путь весьма узок. Эта узость приходит от представления о том, что можно создать свой путь к новой жизни, что вы можете заслужить награду, доказать, что вы лучше других, доказать, что вы каким-то образом можете спасти себя. Но для этого вам нужна будет карточка для отметок. Она нужна вам для того, чтобы оценить, лучше ли вы других, сделали ли вы достаточно. Вам нужно чувство безопасности и уверенности. Проблема с карточкой состоит в том, что у нее нет проходного бала. Это как на экзамене. Ваши отметки ясны. Профессор говорит вам, прошли вы или нет. Если у вас 299, а вам нужно 300, чтобы пройти, то вы не прошли. Я понимаю, как мой сын был очень близок в колледже к тому, чтобы получить награду. Она зависела от его и пришли все оценки, то стало ясно, что ему не хватило четверти процента до цели. Он попробовал поговорить с учителем, но учитель сказал, нет, это твоя оценка, прости, ты не получишь награды, четверть процента. Всегда есть линия. Мы говорим не просто о награде, не просто стипендия, не медаль. Мы говорим о жизни и смерти, о вечности, о гибели, небе и аде. Это величайшие все на свои дела. Вот почему, если вы поверите в Иисуса, и то, что Он сделал за вас, вам станет легче, ведь это Он делает вам билет, чтобы пройти через ворота. Эта возможность открыта всем, и ничто не радует так человека на узком пути, как когда кто-то присоединится к ним на этом пути, получая этот дар. Когда же вы идете по широкому пути и сравниваете себя, судите других, вам становится страшно от благости других, потому что нам кажется, что нам останется меньше. Люди узкого пути каждый раз празднуют, когда кто-то присоединяется к ним. Является ли узкий путь лучшим для меня и вас? Я хочу рассказать вам историю женщины по имени Сандра. Сандра шла по широкому пути. Она была мормонкой. Она была мормонкой 28 лет. Мормонизм это религия широкого пути. Они приветствуют вас с открытыми объятиями, но вскоре вы узнаете, что есть вещи, которые вы должны сделать и заслужить. они ясно говорят о том, что смерть Иисуса на кресте недостаточно, а значит и благости недостаточно. Вам нужно стараться заслужить свое спасение. Вы никогда не знаете, достигнете ли вы небес на основании того, что сделали. Сандра шла по этому пути 28 лет, но Бог работал в жизни Сандры. Бог наставлял Сандру. Она любила учиться и читать. Она изучала разницу между текстом мормонов и библейским текстом, пытаясь понять больше. На этом пути Сандра однажды увидела вывеску служения Freedom Session. Ее проводили многие церкви, в числе которых была и церковь у нее на районе. Она решила пойти туда. Она не понимала, что Freedom Session это служение узкого пути. Почему я говорю об этом? Потому что Freedom Session работают на тем, чтобы люди узнали о том, кто они во Христе, и что свобода приходит от Иисуса, когда мы находим свою личность в Нем. На Freedom Session участники отдают свои жизни Христу. Они говорят, «Иисус, я хочу того, что ты желаешь для меня. Я хочу свободы, и я нахожу ее в тебе». Вот в чем была проблема Сандры. Она многое узнала о себе, Боге Иисусе, но проблема в том, что мормонам говорят, «Вы не можете молиться Иисусу, вы можете молиться лишь Богу». Она боялась молиться Иисусу. В то время она связалась с одним пастором из Уиллингдона. У них начался разговор о том, кто такой Иисус. Если она пойдет узким путем, ей будет трудно, потому что ей придется отвергнуть свою религию широкого пути. Ей нужно будет измениться, ходить с христианами, а не с мормонами. И настал день, когда Сандра с огромным желанием и радостью отдала свою жизнь Иисусу. На следующий день она прислала письмо в Уиллингдон. Там было написано «Я проснулась рано, словно было Рождество». Я поняла, я последовательница Христа. Я отправила письма всем из своей группы и сказала, «Я обрела невероятный мир». Разве не удивительно, что она прошла путь от страха перед Иисусом до невероятного мира Христа после этого? Она пришла домой, восстановила отношения с Творцом. Она продолжает идти этим путем и возрастать в роли последователя Христа. Иисус сказал, «Тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их». их». В Иоанна Иисус сказал, «Я есть дверь, кто войдет мною, тот спасется и войдет и выйдет и пажить найдет». Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Этот вор сатана. Он хочет вытолкнуть вас на широкий путь. Иисус сказал, «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Я есть пастырь добрый». Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. Вот что делает Иисус. Это то, что Иисус сделал для вас и для меня. Моисей сказал, «Вот я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое». Через несколько лет Иисус новин поступил так же. Иисус Новина 24 15 говорит, «Изберите себе ныне, кому служить». В Еремии, обращаясь к народу, в Еремии 21 8 сказал, «И народу сему скажи, так говорит Господь, вот, я предлагаю вам путь жизни и путь смерти». Петр в Деяниях 2, в первой проповеди, в начале периода церкви, после смерти и воскресения Иисуса, говорит людям, «Покайтесь, да и крестится каждый, из вас в имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа». По какой причине вы боялись вступить в игру? Мы служим великому Богу. Семья Уиллингдон приняла решение пройти через ворота, приблизиться к Нему. Каждый день мы выбираем хождение с Ним. И в Его благодати мы служим. В Его благодати мы делаем то, к чему призывает золотое правило. В Его благодати Его достаточно для нас. Нам не нужно страдать, пытаться доказать. Нам не нужно сдавать экзамен. Иисус уже сделал все. Если вы отдали свою жизнь Иисусу сказали Иисус приди и прости мой грех, стань главой моей жизни, направляя меня каждый день Духом Святым, я буду следовать за тобой до конца своих дней, то знайте, что Он верен. Он верен. Возможно внутри вас идет борьба. Вы боитесь того, что это будет стоить вам. Не забывайте, что Бог будет с вами. Решение отдать свою жизнь Иисусу это лишь начало великого пути. Это решение пользу Божьей благодати и семьи. Вы готовы последовать за Иисусом. Он единственный путь через узкие ворота. Иисус сказал, Я есть путь, истина и жизнь. Он говорит, что войти в узкие ворота можно лишь через Него. Иисус говорит, что узкий путь это не проторенная дорога. И в моей жизни это изменило все. А не не – не у – Продолжение следует...